Всем привет, это Координационный Центр, меня зовут Георгий Георгиевский и мы продолжаем серию интервью приуроченных 20-летию Координационного Центра. Сегодня у нас в гостях управляющий партнер группы компании «Октава» Александр Панов, а в прошлом руководитель известного и крупного регистратора доменов и человек, вложивший огромный труд в создание Координационного Центра и, в принципе, в становление российских доменных зон. Здравствуйте, Саша. Привет, Женя. С чего вообще началось твое сотрудничество с интернет-компаниями и вообще как ты появился в интернете? Или интернет первый появился в тебе? Получилось-то очень интересно, что где-то еще когда я в школе учился, как там в позапрошлой жизни было, вот так вспоминать. Перед тем, как поступить на физический факультет Московского университета, я пошел в вечернюю физическую школу при нем. И там был такой машинный зал, куда иногда пускали, так сказать, вот школьников, знакомиться с тем, что такое компьютерная техника. В этом зале стояло ЕС-1011 с кучей разных терминалов, которые были цветные. Ну, увидеть там школьнику настоящий цветной компьютер с такой неплохой графикой 640 на 480 на тот момент. Ну, это вот в конце 80-х, ну, представь себе, что это такое было. Естественно, это притянуло тут же. Естественно, захотелось туда походить, побольше пообщаться с этой графикой. Ну, а что может школьник? Ну, первое, что я сделал, я написал программу, которая подменяла логин с паролем, подменяла картинку и отлавливала, так сказать, всех, кто приходил. Поэтому доступ у меня очень быстро появился к этой машинке всегда. Вот. Значит, первый раз меня пытались отчислить с физического факультета МГУ, когда студентом я его еще не являлся. Вот. Значит, потом я поступил на физический факультет, и на меня обратил внимание Александр Николаевич Сандалов. Это профессор кафедры радиофизики, но именно под его руководством на физическом факультете и вырос Центр современных информационных технологий физического факультета. Это первое место на факультете, куда проникло то, что называется интернетом. Вот. Меня даже в свое время отмазывали от, значит, там, лекций, потому что вот этими руками мы затаскивали вместе с Александром Евгеньевичем Щербаковым на крышу физического факультета ту самую 12-метровую спутниковую антенну, вот, которая, так сказать, принимала, значит, со спутника, вот, так сказать, сколько там, 256 килобитт страшной скорости. Вот. И, как бы, после того, как я окончил факультет, в общем-то, ну, судьба была предрешена в этом плане, что интернет-технологии – это вот наше все. Вот. Первая компания, как раз, так сказать, в которую я попал – это компания Гарант Парк. Она была образована в том числе выпускниками физического факультета, в том числе со владельцами юридической компании Гарант. Вот. От нее потом отделилась компания Гарант Парк Телеком. Ну, еще, наверное, одной из ключевых таких моментов – я познакомился с Олегом Осичем Фаербергом. Вот. Это руководитель на тот момент компании называлась Комет. Вот. И он мне очень много рассказывал про то, вообще, что такое связь. Вот. А вот это вот настоящее волокно, пойди пощупай. А вот это вот, что вот… Ну, наверное, как раз Тали Костича я и считаю там своим, скорее, наставником вот в том, что… Вот почему вот я вот так зацепился за интернет. Ну, а дальше закрутилась жизнь. Отдел телекоммуникаций компании Гарант Парк превратился в компанию Гарант Парк Телеком. Через какой-то момент Саша Щербаков, который был на тот момент ее директором, вместе с частью людей, вот, перешел к Алексею Павловичу Платонову. Вот. Ну, в принципе, это одна из первых команд того, что… Из чего получился технический центр интернет в плане именно технического отдела. Вот. А я возглавил тогда компанию Гарант Парк Телеком. Вот. Ну, мы какое-то время поразвивались. После этого мы были куплены холдингом РБК. Вот. Через какое-то время там тоже произошли определенные изменения. И фактически я возглавил все хостинговое направление холдинга РБК. Вот. Через несколько лет после этого мы вступили в сделку по поглощению, по дружественному присоединению регистратора Ру-Центр. Вот. Я стал его генеральным директором. Значит, мы объединили все это дело в единую группу компаний. Ну, в общем-то, цель была создать там определенного как бы вот монстра на рынке. Вот. Но фактически все этапы становления, они, так сказать, проходили через вот эти вот цепкие ручки. Вот. В общем-то, координационный центр шел. Тоже его развитие было некоторым вот тут курсом, как из того, что называлась координационная группа в свое время, когда вот стало понятно, что там домен Ру это национальный домен, и он должен управляться, в общем-то, ну, не так, как личный автомобиль, там вот так, как-то немножко сложнее, как бы, да. Вот. В общем-то, под это дело как раз и вот все на моих глазах создавались определенные структуры к неким правилам, так сказать, вот, которые, так сказать, правилам игры и их выработки, так сказать, тоже я приложил в свое время руку. Вот. Ну, наверное, можно сказать, что весь, ну, наверное, может, ну, не весь, хорошо, процентов 8 из российского хостинга оно выросло на моих глазах. Вот, вот, наверное, как-то так. Вот. А то, что происходит сейчас, ну, сейчас я занимаюсь, так сказать, собственным проектом, вот, ну, потому что, так сказать, когда-то настает пора, так сказать, пускай небольшое дело на свое, вот, мы не привлекаем стратегических инвесторов, ну, так сказать, ты же знаешь, как бы, что такое инвестиция, да. Вот. Ин в переводе с латинского означает без, вот, а вестус, так сказать, означает покров, одежда. То есть инвестиция, значит, без одежды. Что делает инвестор, да? Оставляет владельцев бизнеса без чего? Без одежды. Ну, вот. А, как бы, так сказать, это меня не устраивает, поэтому, вот, так сказать, строю, ну, тот проект, которым мы занимаемся, это одна из идей, которую я впервые попробовал еще примерно в 2010 году, вот, сделав предположение о том, что в будущем все центры обработки данных и все работающее электронное оборудование, оно будет работать полностью погруженное в жидкость. Ну, как минимум, потому что жидкость может отвести тепло в 20 раз эффективнее, чем, так сказать, любой воздух. Вот. Но, когда первую конструкцию в тазике, вот, удалось сделать в 2010 году, я думал, ну, вот у нас тут, вот сейчас мы сервер веб-хостинга туда опустим. Но тогда это было слишком рано, потому что все серверное оборудование, оно на тот момент использовало шпиндельные жесткие диски. Вот. А шпиндельные жесткие диски, как раз они к погружению не готовы. Вот. Но время шло. Сейчас шпиндельные жесткие диски, ну, скорее, раритет, либо что-то историческое где-то у кого-то оставшееся. Вот. А все остальное вполне подходит, вот, для, так сказать, работе полностью погруженной в жидкости. И можно достигать бешеных показателей энергоэффективности, которые не снились никогда не обычному центру обработки данных. Вот на тот момент, когда существовала компания Гарант Парк Телеком, которая еще, например, не была, например, в какой-то момент регистратором домена ФР-01, да, у кого-то. А что для тебя тогда был домен РУ? Какое ты имел к нему отношение? Вот как ты смотрел, даже чисто как Саша Панов, на коррекционную группу? Ну, скажем так, до коррекционной группы, домен СУ и домен РУ, честно скажу, это была некая хрень, за которую надо было заплатить 55 долларов и заработать на ней нельзя. Вот ничего больше. Поэтому, когда приходил какой-то заказчик и говорил, ну, приходил, появлялся, там, тем или иными, так сказать, путями, не говорил, а вот помогите мне, пожалуйста, заинвестрируй доменное имя, то, с одной стороны, ты ему отказать не можешь, вот, с другой стороны, бумажки перекладываешь, какие-то налоги платишь, а... Ну, вот, как вот в том анекдоте было, да, там, дедушка, а почему вы вот продаете вареные яйца по 10 рублей, как бы, когда вот вы тут же их покупаете тоже по 10 сырыми? Ну, как, зато я при деле, и бульон остается. Вот примерно вот такое вот было отношение. Вот, но так как этих доменных имен было тогда немного, то они не воспринимались ни как средство адресации, ни как, там, сайтов тоже было мало. Вот, культуры посещения этих сайтов, как, там, интернет-представительство, еще чего-то такого тоже не было. Самое первое, что, чем люди начали пользоваться в интернете, ну, это, конечно же, там, сервис электронной почты. Вот, ну, а молодежь тогда, так сказать, это понятно, это всякие ньюс-сервера, там, Фидо, там, прочее и так далее, как бы. Ну, вот именно такой вот, именно профессиональный для бизнеса сервис, который начал, приобрел популярность, это электронная почта. Вот, а вот как раз, когда появилась именно координационная группа, уже количество зарегистрированных доменов, так или иначе, в домене.ру, оно перешагнуло некий небольшой, но там, некоторый психологический рубеж, когда стало понятно, что эта технология, она будет жить, и она будет использоваться. Вот, так или иначе, и так или иначе, она станет массовой. Тогда еще было непонятно, там, для физических или для юридических лиц, как бы, многие интернет-эксперты того времени, вот, тогда, там, не того времени, а тогда, вот, они искренне считали, что доменные имена – это прерогатива исключительно юридических лиц, компаний, как бы, и цель любого доменного имени – это, чтобы компания имела свое интернет-представительство. Представительство. Ни рекламную площадку, ни интернет-магазин, ничего, представительство. Зашел и просто почитал о компании, чем она занимается. Вот, потом пошел, купил газету из рук руки, увидел, что они продают, и купил, и купил, да. Вот, наверное, как-то так. Вот, а следующий, наверное, психологический момент, когда, сейчас не берусь сказать, порядка 100 тысяч доменов уже возникло в домене.ру, это, когда мы стали неким вторым регистратором. Вот, что, как бы, вот, там, вот, уже у нас не все доменные имена, там, в одном месте можно регистрировать, а вот тут есть, вот, прям, вот, еще один регистратор. Вот, там, чуть позже, там, возникло несколько компаний, это, вот, как раз первое эшелоно. Но мы именно стали тем самым вот вторым регистратором, ровно потому, что все остальные компании, ну, там, то же самое Совентел, он большой, он должен быть, вот, и, там, 8 доменов, вот, и все собственные, да. Вот, там, кто у нас там еще был, Рилком, примерно то же самое. Вот, а у нас на тот момент уже был запущен, было запущено целых два сервера виртуального хостинга. Вот, целых два. Поэтому мы уже здесь были профессиональным регистратором, пусть у нас уже клиенты, которые зарегистрировали домен, прямо нас разместил. Да, немножечко на коленке, там, автоматики было минимум, но, тем не менее, уже вот они сайты. Вот, как раз ты сейчас говоришь о компании R01, о становлении компании R01, называю ее вторым регистратором. Но, по сути, на самом-то деле, это первый регистратор. Первый независимый регистратор. Первый независимый регистратор, да. Потому что, когда стартовала опытная зона распределенной системы регистрации доменов, был РосНейрос, как предыдущий, единственный и администратор зоны, он же регистратор. И первая компания, которая была аккредитована в качестве независимого регистратора, это была компания R01. Скажи, пожалуйста. Это R01, это бренд компании Гарант Парк Телеком. Да. Скажи, пожалуйста, ну, назовем так, регистратор R01, чтобы быть точнее. Вот ты сейчас сказал, что потому что у вас были клиенты, у вас был уже хостинг, вы могли практически напрямую быстро оказывать. А что бы послужило ровно для вас мотиватором быть первыми и участвовать в этой фактически экспериментальной вещи буквально вот с первых дней? Ну, по сути, компания Гарант Парк Телеком, она на тот момент управлялась генеральным директором был Саша Щербаков. Я фактически был его правой рукой, как бы, ну, там, зам, не зам, но там для небольшой компании сложно это так вот сказать. Саша Щербаков был членом коррекционной группы. И именно Гарант Парк Телеком стал очень близко к вот этой коррекционной группе. И когда рассматривала стратегию развития, пускай небольшой на той компании, у нас было 16 человек, но что, какими направлениями мы будем заниматься, то одно из направлений было понятно, что у нас так или иначе будет виртуальный хостинг, так или иначе у нас будет там сервис электронной почты, ну, вот сопутствующие какие-то вещи. И доменные имена – это, ну, одна из услуг, которая вот очень хорошо ложится. Вот, к тому же, на тот момент каким-то непонятным волшебным способом 2670, что-то такого количества доменов, вот, оно было у нас на договорах, но мы с этого, ну, как это, ничего не имели. Потому что, как это называлось, договор в пользу третьего лица, это то, что через РОС-НЕРОС, как бы, ну, клиент пришел к нам, как бы, там, наш клиент, там, на Диалап или на что-то, ну, вот, у нас тогда еще Диалап-пулы стояли такие, ЮС Роботикс, так вот, вот, подключенные к ЦИСКО 25.11. – Стандартная схема, она почти у всех в те времена была, да. – Вот, поэтому, в принципе, даже вот взять вот существующие, вот, и положить их в нашу собственную базу, это уже бы упростило, ну, пускай там пол сотрудника, ну, уже бы сократило, как бы, вот. А для небольшой компании, естественно, еще потенциально зацепиться за волну того, что национальный домен, так или иначе, набирает обороты, вот. Но это тоже, как бы, была, в общем-то, вполне такая солидная история. – Как ты оцениваешь, глядясь с сегодняшнего дня, вот, то изменение, в принципе, кардинальное в подходе к регистрации национальных доменов России, правильно ли было это сделано, может быть, какие-то ошибки были совершены. – Ты имеешь в виду, какой из национальных домен с тех пор претерпел настолько много изменений? – Нет, речь идет о системе регистрации доменов наших, РУ, РУ, а потом РФ. Вот из схемы, когда есть один регистратор, он же администратор домена, он же все остальное рос, не рос, получился институт независимых регистраторов, компаний, которые оказывают услуги, можно сказать, населению, да. Но при этом, да, существует схема административного управления, технического управления. Тогда это было создано, в том числе, с твоим участием в разнообразных экспертных сообществах при конвенционном центре. – Ну, я был членом правления конвенционного центра. – Ты был членом правления, ты был членом совета, потом уже потом. – Потом членом совета. Одно время и работал параллельно еще как эксперт при разработке документов в рабочих группах. Скажи, пожалуйста, глядя из сегодняшнего дня, может быть, что-то надо было изменить по-другому, может быть, надо было пойти как-то другим путем, или все действительно срослось так, как оно должно было быть? – Наверное, так скажу, что путь верный, местами немножко неправильная реализация. Но тот, кто не совершает ошибок, только тот, кто ничего не делает. А путь верный ровно по одной простой причине, что, возьмем сейчас пример, даже крупные игроки рынка, казалось бы, у которых есть полный цикл всего, но на практике происходит то, как сказал Козьма Прудьков, «Невозможно объять необъятное», что есть компании, которые сервисные, которые заточены на обслуживание конечного потребителя, заточены на обслуживание партнера Ли. И те хотелки, которые нужны конечному пользователю, его не интересует там, работает домен, не работает, его интересует, куда мне положить деньгу, чтобы там имя в браузере написать. И как максимально просто, если у него что-то не получается, какие-то там записи, он не знает, он не хочет, он знает, что такое А-запись. А у ШМХ с ней вообще две буквы. Вот. Ему надо, чтобы вот почта, чтобы у него работала. Но кто-то же должен ему помогать, как это сделать. Вот. Кто-то же должен делать специализированное программное обеспечение, которое именно направлено на его обслуживание. И в зависимости от платформ, технологий, а их, в общем, довольно большое количество, наверное, конечный пользователь и приходит к тому, где ему удобнее. Вот. А плюс ко всему, есть еще наш российский менталитет, который неубиваемый. Вот. И в этом плане наш менталитет, он, его можно очень емко выразить двумя словами. А поговорить. Вот. И вот даже меня иногда коробит, несмотря на то, что я могу все сделать и электронно. Но если мне что-то не получается, мне проще набрать трубку и сказать и что-то сказать. А если мне не отвечают, то мне не нравится эта компания. Вот почему? А поговорить. Вот. И если бы это все оставалось так или иначе в руках, там, централизованно в руках, то в конечном итоге это кончилось бы тем, что конечный пользователь был бы вынужден заключать два договора, а все другие компании, они бы просто отвернулись, и было бы это неинтересно. Зачем им рассказывать еще и способствовать продвижению управления, так сказать, сервиса, который не полностью у них под контролем. Поэтому сама по себе вот эта вот система, ну, это хорошая практика. В общем-то мы и возьмем те же самые ЖТЛД домены, вот. Там та же самая система. Это есть регистратура, которая вырабатывает правила, это есть регистраторы, которые взаимодействуют со своим сегментом, там, в той или стране, там, в той или, там, ценовой категории, там, вот. Есть техническая компания, которая поддерживает функционирование реестра, вот. И так как она больше ничем не занимается, то она вполне себе умеет делать это хорошо, как бы, вот, ну, практически любая, которую вот мы не посмотрим, да, там, будь это, там, технический лицентр интернет, будь ли это, там, зарубежные, там, всевозможные, так сказать, реестры, частные реестры, там, типа того же, кейсистемс, там, ну, вот. И, а, не кейс, кейс-регистри, вот, то все это работает как часы, так, как оно, в общем-то, должно работать. Вот. В некоторых странах есть практика, когда доменные имена все регистрируются централизованно в одной компании, но общее количество доменов в этих странах, оно просто по разным причинам, оно не перешагнуло некоторые критические отметки. Вполне возможно, что если перешагнет, или когда перешагнет, вот, то произойдет абсолютно то же самое, что интернет-сообщество и условия, как бы, распространения, так сказать, и функционирования интернета вот в этой стране, они вынудят сделать то же самое. Скажи, пожалуйста, вот ты был членом правления Координационного центра и в Совете работал Координационного центра, и принимал участие в разных проектах Координационного центра, развивал те или иные направления. Скажи, пожалуйста, что тебе вот больше всего запомнилось, и что, может быть, интересное для тебя было самое вот в те годы, когда ты был фактически одним из застрельщиков происходящих процессов в системе регистрации наших доменов? Ну, наверное, я отвечу нестандартно. Это живые человеческие эмоции от общения с коллегами, вот, это вот тогда на маленьком примере уже стало понятно, что все мы разные, вот, и у каждого, так сказать, участника, вот, у него, где в целом похожие, но немного разные, так сказать, вот мнения, вот, ну и в какой-то степени, как бы, да, можно так сказать, это путешествие звездолета «Интерпрайз», там, где еще не ступала нога человека, то есть фактически как, там, 40 лет назад не было в сети интернет, но потом она появилась. Те, кто строили, там, первое «Коннективити», вот они делали то же самое. Вот в какой-то степени мы тоже делали то же самое, потому что можно изменить правила, если правила есть, но если их нет, то создать их, вот, это существенно более интересная задача. Вот. Ну и расскажу интересную историю. Вот, может быть, ты, конечно, в какой-то степени был свидетелем, может быть, нет, в свое время было очень интересное заседание Совета Координационного Центра, вот, так как было огромное количество эмоций, вот, что, как, почему, то меня, как члена правления Координационного Центра на тот момент позвали на заседание Координационного Центра в качестве независимого эксперта без права голоса, который будет подслушивать и подсматривать за всем, что происходит. Вот. Все члены Совета разделились ровно на два лагеря. Значит, тема была простая. Мария Степанова добровольно сложила из себя полномочия, сказав, что, ну, ребят, я устала, я вот выдохлась на этом месте. И на директорство Координационного Центра претендовали два человека. Вот, это Стас Рачинский, как ты помнишь, как бы, вот, и Андрей Романов. Значит, если вот именно отбросив все эмоции, то дискуссия, которая дошла чуть ли не до драки на этом заседании Координационного Центра, она сводилась к тому, что вот Станислав, который юрист, администратор, и с юридической точки зрения организовать правила, значит, вот, и так далее, как бы, он более опытный. Значит, а другая, так сказать, часть, она говорила, а вот Андрей Романов, он наш технарь, и он знает, что такое МХ записи, как их прописывать. А у руля Координационного Центра должен все-таки стоять технарь, который знает, потому что, как это, что первично, курица или яйцо, да, техника или правило, правило или техника. Вот. В процессе заседания все по очереди звонили там двум отсутствующим членам на этом заседании, говорят, а ты за кого, значит, за юристов или за технарей? Вот. Ну, в результате, значит, всех премий, как бы, победили технари. Вот. Ну, наверное, в какой-то степени правильно, потому что на тот момент, помимо административных вопросов, были еще ряд технических вопросов, которые были до конца не решенные, как поступать, если вдруг там два регистратора шлют заявку на один домен или там, ну, удаляются, вот этих вопросов было очень много. Действительно, и на тот момент уже правила более или менее были выстроены, а вот определенные технические вопросы еще действительно не были решены. Ну да, мы приближались к миллиону доменов. Ну, вот, то есть уже пошли столкновения как раз. Вот. Вот, наверное, да, я на самом деле тоже помню это заседание совета, я на нем присутствовал, и это достаточно яркое такое воспоминание, ты прав. Глядя из сегодняшнего дня, домен РФ состоялся ли? Как по-твоему? На 95% да, состоялся. Что он для тебя сейчас пользует? Вот, как Саша Панов, как пользователь эмоционально, или с точки зрения просто вот практического применения, пригождается ли он тебе? Лично мне нет. Наш сайт в одной из JTLD-зон, в зоне БИС, но в данном случае это не показатель. Вот, скажем так, для того, чтобы домен РФ полноценно работал, в течение многих лет пытаются, так сказать, сделать определенные, в том числе технические действия. Вот, но ряд этих технических действий, он до конца еще немного не доработан. И, как мне кажется, здесь упирается во что? Одной из идей появления домена РФ, так сказать, была простота его использования для обычного обывателя. Вот. А в некоторых случаях его использовать сложнее, чем домен на латинице. Вот, включая даже определенные простые совершенные вещи. Ты пробовал заказать себе авиабилет на сайте Аэрофлота, указав почту в домене РФ? Как бы уж это возможно? Да, такой необходимости у меня не было, поэтому не пробовал. Нет, ну вот считаем, что ты пользователь домена РФ, это вопрос универсального принятия, существующий как раз основной задачей Координационного центра, который прямо сейчас, мы фактически один из главных проектов, называется как раз универсальное принятие. Это в том числе, включая и почту в интернационализированных доменных именах, где и до собаки, и после собаки, может быть, кириллица, может быть, даже клингонский язык. Вот, поэтому здесь, в общем-то, на сегодняшний день, да, с Аэрофлотом такого нет, но есть сервисы, которые уже могут поддерживать так называемый EAI в электронных адресах. Нет, эти сервисы уже есть, да. Это вот в какой-то степени можно сказать как? IPv6 работает или нет? Как ты думаешь? Благодаря некоторым практически титаническим и административным усилиям некоторых операторов связи, то он работает. Ну, я считаю, что он не работает, потому что я скажу, что он работает, ну, вот именно применимый к системе адресации, когда IPv4 умрет. Или будет использоваться где-нибудь там во внутренних сетях в качестве экспериментов. Вот, но все презентации, манифестации Райп НСС о том, что IPv6 и как мы все очень быстро на него перейдем, и как все будет, так сказать, у всех общее счастье, вот, и никаких НАТО не будет нужно, и всем будут адреса бесплатные много, вот, ну, презентации-то были, а результат где? У тебя дома интернет-провайдер, а шестой адрес твоему адресу выдают? А мой интернет-провайдер, даже два, выдают шестые адреса. Нет, он работает, да? Это, например, то же самое. Работает домен РФ? Работает. Почту в нем можно сделать? Можно. Но на сайте Аэрофлота билет можно купить с помощью этой почты? Нельзя. Значит, домен РФ полноценно не работает. Вот так же с IPv6. А проблемы-то похожие, что массовое использование, шаг право, шаг влево, может что-то упасть, у кого-то может быть бизнес завязан, как на адресах, как на домены и так далее. Поэтому время на полноценный запуск уходит немножечко больше, чем планировалось. Причем, похоже, даже не так, как в строительстве. В строительстве мы все на пи умножаем, а здесь, видимо, на пи не хватит. Может быть, 2 пи или 3 пи понадобится по времени. Понятно. То есть, по-твоему, еще просто не прошло достаточного времени для того, чтобы эта технология доросла? Для того, чтобы все эти сервисы полноценно запустились. Другое дело, что, возможно, и другая ситуация, что к тому времени, как эти сервисы полноценно запустятся, доменные имена-то никому должны не будут. Какие изменения ты в ближайшее время ожидаешь, в принципе, на доменном рынке? А потом про совсем будущее поговорим. Ну, наверное, вот прям в совсем ближайшее время цены на многие доменные имена, они опустятся. Часть доменов верхнего уровня просто умрет, потому что, скажем так, запуск неудачен. Какие-то по бизнес-соображениям, какие-то в результате просто потери интереса владельца. Здесь очень много зависит от отношения того же ICANN к доменам NewJet.ld корпоративного типа и второй серии, как бы в каком виде, что, как. Потому что разговоров здесь очень много, но, тем не менее, какого-то внятного решения, как бы, так сказать, тут нет. Нет, с одной стороны, понятно, что компании ICANN хочется долларов. И они надеются, что будет довольно большое количество людей, способных заплатить за регистрацию домена в верхнем уровне, там, в основном, 50 тысяч долларов и там 20 тысяч долларов в год за поддержку. Но, наверное, это сработало бы пять лет назад. Вот, как мне кажется, сейчас, если будет полноценная вторая волна доменов верхнего уровня, то появится определенное количество имиджевых доменных имен, которые будут сделаны там, ну там, патриотами для своего региона, там, я не знаю, там, патриотами ли там, какой-то там отрасли, сообщества, там, какого-то. Потому что сообщества у нас действительно очень много, так или иначе. Но корпорации на это вряд ли пойдут, потому что, а, и так все работает. Б, в общем-то, наверное, доменным именам, как таковым, им осталось существовать, ну, по моим прогнозам, мы еще застанем смерть, так сказать, доменной системы лет через 15-20. Представь себе, что мы здесь с тобой собрались на видеоинтервью в 31-м году, в год 30-летия Координационного центра. А какая сеть нас будет окружать? Будет ли вообще слово «интернет» применимо? Может быть, какие-то новые сервисы появятся? Давай попробуем побыть футуристами, а потом сравним. Ну, я тебе приведу такой пример. Вот. Я прихожу к себе домой, и компьютером я пользуюсь довольно мало. Вот. Потому что я ленивый. Я плюхаюсь на диван и говорю примерно так. Алиса, включи свет, Алиса, включи телевизор. Второй канал на музыкальном центре. Громкость 64. Вот. Слышу, запускаю. После этого говорю, Алиса, поставь чайник. Вот. В ответ слышу, как он, так сказать, зашумел. Вот. Все нормально, как бы, вот. И, наверное, в будущем, как таковые доменные имена, как некое средство адресации, они будут использоваться, но они не будут уже применяться настолько широко. Вот. Это значит, что примерно так же, как оно нарастало когда-то, от большого к малому. И сейчас вот там индивидуальные предприниматели, некоторые там имеют свои сайты, некоторые частные лица имеют свои сайты там, ну и так далее. Вот. Но. Вот. Такой интересный пример. У меня в свое время были мысли сделать просто свой собственный сайт. Вот. Потом я начал думать, а зачем он мне? Ну, там, повесить свое резюме. Хорошо. А повесить свое резюме с какой целью? Если цель найти работу, окей, свое резюме можно разместить на HeadHunter. Если цель повыступать на там платной там основе в качестве там эксперта в той или иной области, то это уже не мой сайт. Это уже сайт некого бизнеса, связанного с персоной. Вот. Если сделать сайт, там, посвященный там своему увлечению, вот, какие-то там фотосъемки или еще что-то, то тоже там какая цель? Да, есть, конечно, люди, которые вот, вот я там увлекаюсь, там, летаю, прыгаю, там, ныряю или еще что-то. Вот, посмотрите все какие мои классные фотки. Вот. Но и то конечная цель, это, по сути, это кому-то продать. Но, тем не менее, если стоит цель это кому-то продать, то для фото у нас есть Инстаграм, там, для блогов у нас есть LiveJournal и еще специализированные ресурсы, у которых аудитория бешеная и вероятность того, что большее количество пользователей зайдет на страницу моего блога в LiveJournal, она выше, чем зайдет на просто личный сайт. Вот. Так вот, также, когда в качестве адресации, как-то, первый звоночек, это когда люди перестанут набирать в адресной строке имя сайта, а начнут набирать его в поисковике вместо этого. Он уже сделан. Вот что у нас сейчас происходит там? Яндекс.Браузер всячески пытается выпихнуть хром с твоего телефона. При этом, как только ты заводишь какое-нибудь Яндекс.Устройство, мне удалось остановить и ограничить Яндекс.Браузер у себя в телефоне, только немножко вручную вмешавшись в настройке. Что когда я хочу, я запускаю Яндекс.Браузер. Когда я хочу, я запускаю Хром.Браузер. Если я хочу через Хром.Браузер посмотреть Яндекс.Зен, не надо менять приложение в этот момент. Ну, это обычная некая рыночная конкуренция, ну и так далее. Но, тем не менее, сам по себе Яндекс.Браузер как устроен? У него же нет уже в приложении как таковой адресной строки. Она там где-то есть, но надо уже где-то залезть туда, чтобы до нее достать. Фактически строка соответствует строке поиска. Там то же самое, что Google Chrome. Ну, она у него есть, но тоже вот все меньше, меньше, меньше. Прям вот видно прям вот эту тенденцию. То есть первое, что у нас происходит, это подмена имени сайта поисковым запросам. Вот. А поисковому запросу абсолютно все равно. Хоть там IP-адрес IPv6 будет стоять. Вот такой вот весь из себя длинный, там с двоеточиями и так далее. Ему не нужно для этого доменное имя. Поэтому, наверное, рост, он в этом плане снизится. Вот. Следующая, как бы, вещь, это останется почта. Вот. Как, наверное, самый мощный сервис, ну, как почтовый адрес. Вот. Потому что там человек по электронной почте через поиск, ну, либо есть на визитке почта, да, либо нет. Вот. Так же, как и номер телефона. Вот. Но такого вот общего вот применения уже иметь не будет. И последнее, что сдастся. Вот. Это сдастся почта заменой некими профилями из, там, тех или иных, там, контакт-листов, ну, которые у нас уже хранятся в телефонах. Там, там, так или иначе, как бы, да. Я был, ну, там в свое время, ну, не то чтобы удивлен, как бы, потому что я представляю, как это работает. Но, тем не менее, когда я тебе звонил по обычному телефону, я потом посмотрел, откуда вредный телефон, вытащил твою фотографию, чтобы показать, как бы, с кем я сейчас буду разговаривать. Да, что ты говоришь? А вытащил он ее с одного из твоих профилей в соцсети. То есть даже не из телеграммов. Вот. Потому что все, уже вот это вот превращается в некое такое вот полянку бигдаты, там, с теми или иными ограничениями, там, на персональные данные, там, такими-сякими или эдакими. Вот. Которая работает, мне не надо знать, например, радость в электронной почте, чтобы тебе написать. Я его не помню. Он у меня где-то там в каком-то контакт-листе. Две буквы с фамилией, и тут же подставляется необходимое. Да. Совершенно верно. Вот именно поэтому, вот как таковые доменные имена, они через какое-то время станут не то, что пережитком прошлого, а скорее таким, наверное, почетным пережитком прошлого. То есть они будут работать там для тех, кто желает. Что бы ты хотел пожелать Координационному центру в год его 20-летия? 20 лет – это действительно уже, наверное, тот срок, как бы, да, в течение которого многие из переходных процессов, они в том или ином виде завершились. Ну, первое, что хотелось бы пожелать, это развитие творческих успехов, не останавливаться на достигнутом, туда-сюда, да. Ну, наверное, важнее пожелать, чтобы кардинальных перемен в деятельности Координационного центра и технического центра было меньше. Я не говорю про эволюционные, я говорю про кардинальные перемены. Вот. Потом Координационный центр – это организация, которая по своей бизнес-идеологии и структуре, она так или иначе сделана таким образом, чтобы координировать тот или иной массовый процесс. Окей, сегодня это домены, завтра это может быть, там, да и МНП, то же самое, между операторами, которые вот сейчас у нас, там, работают через пень-колоду, да. Ну, окей, там, завтра у нас не будет вообще телефонных номеров, будут только те или иные мессенджеры, там, идентификаторы, там, айот, не айот, так сказать, все у нас вот рядом, опять появляются те самые стыки. Но бизнес – сама конструкция. То есть, когда имеется некоторый реестр, блокчейн, не блокчейн, там, на какой технологии сделан, как, некий реестр, и от его функционирования зависит большое количество устройств ли, сайтов ли, там, гаджетов ли, там, чего-то ли. Вот. Вся эта конструкция, она требует управления примерно такой, такой организационной структурой, которая представляет себя организационный центр и технический центр. Вот. Вот, наверное, хочется пожелать вот развития вот где-то в том числе и в этом направлении. А еще, наверное, больше хочется пожелать, чтобы этому развитию не препятствовали. Потому что сам по себе интернет, он изначально проектировался как некое средство связи без границ. На сегодняшний день со всех сторон в нем огромное количество политики, вот. Огромное количество тех или иных ограничений, споров, и многие из этих споров, они, к сожалению, неконструктивны. Вот. Ну, скажем так, вот, мое личное МХО – это то, что часть ограничений, которые там существуют на сегодняшний день в сети, они продиктованы чем? Вот как вот вспомним, да, вот технари против юристов, да? Вот. Что наши правоохранительные органы не нашли другого способа, как им лучше выполнять свои обязанности, чем как за чужой счет. Проще что-то ограничить, чем придумать, как поймать. Ну, в случае, там, законодательства же, оно должно быть отдельно, а интернет – это просто среда, в которой оно просто должно исполняться, там, тем или иным образом. Вот. Потому что любые ограничения, они в конечном итоге тормозят развитие. Вот. А это же как? Ты же играл в игрушку цивилизации? Вот там есть совершенно такая штука, как только ты строишь чудо света интернет, у тебя экономика удваивается. Вот. 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 Очень похоже на то, что происходит в жизни. Хорошо. Спасибо. Интересные пожелания. Будем надеяться, что все они сбудутся. Поживем и видим. Ну, в 31-м году… В 31-м году я тебя жду здесь, либо в другом офисе, а может быть, виртуально, через какие-то волшебные средства 3D-связи. Вот. И мы с тобой посмотрим на наше с тобой сегодняшнее интервью и сравним окружающую действительность. Спасибо, Саша, за то, что пришел к нам. Это Координационный Центр. Мы будем продолжать. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok